Добрый день! Да, это действительно Рубикс. Кубик Рубика 3х3, оригинальный, лицензионный, как любят писать при продаже. Написано здесь Рубикс и сайт rubix.com. У меня коробочки нет, но выпускается в двух видах, только кубик и кубик с дополнительными всякими аксессуарами, которые лучше его особо не сделают, на картинках видно. И продается он 1600 и выше, и больше 2000 и так далее. Зачем я снимаю это видео? Понятно, что регулярные зрители моего канала понимают, что не стоит покупать именно этот бренд. Но я часто вижу родителей, которые стремятся сделать для ребенка лучше, видят, что это лицензия, что здесь и Рубикс, и думаю, что это хороший куб, покупают своему чаду этот 3х3, а ребенок мучается. Не покупайте Рубикс, только если для коллекции. Этот я не покупал, его подарили мне в детском саду у сына, они знали, что он увлекается головоломками, подумали, что от Рубикса точно не хватает. Ну и Рубикса действительно у меня не было. Чем же он хорош? Ну чисто визуально. Размер оригинальный 57 мм, как когда-то много лет назад было модно делать. Здесь черный пластик и пластинки вместо наклеек. То есть он долговечный. Но здесь нет никакого современного механизма, естественно нет магнитов, вращается головоломка посредственно. Хотя и на этом кубике можно собрать за 7 секунд, если вы очень отдаленный и сильно хотите задаться этой целью. Мне собирать его на скорость не хочется. Покрутим. Он действительно вращается. И собирать им можно. Но за те деньги, что за него сейчас просят, можно купить гораздо лучше. За 300-500 рублей можно купить Миланг 3М от компании Мою. Магнитный современный кубик. И он будет лучше во всем. За порядка 2000 и выше можно купить современный куб Торнадо В3. В разных версиях. Это будет, наверное, один из лучших кубов современности. Единственное, что можно купить у Рубикса, хотя бы можно с небольшим удовольствием вращать, это вот такой кубик коллаборации Гана и Рубикса. Рубикс Спид. Много лет назад вышел. Здесь современный механизм. Похожая классическая расцветка. Также 57 мм. Пластинки, технологии продвинутого уровня, но без магнитов. Собирать можно, но уже давно не актуально. Соберем Рубикс, чтобы просто понять, что это такое и почему брать его не стоит. Я перед тем, как записывать это видео, постарался его так можно эффективнее смазать. Чуть-чуть вращение улучшилось, но ненамного. Давайте собирать. Собираем крест. Собираем дальше F2L. Я буду ошибаться, так как мои пальцы к такому непривычны. Поэтому сборка будет не такая быстрая, как на современных кубиках. Кажется, что все не так уж и плохо. Вполне можно на этом кубике не собирать. Возьмем кубик очень дешевый. Вот я сейчас смотрел на озоне от 300 и выше. Можно его приобрести. Вилан 3М. Может быть, ощущения будут слегка другие. Собираем крест. Дальше F2L. Чуть побыстрее движение мы видим. И кубик собрался. Стоит в 5 раз дешевле. Современный. Не самый новый. Но вполне достойный. Если вы хотите себе купить первый нормальный кубик, это лучший выбор. То есть и не магнитные версии можно купить примерно за те же деньги. Это плюс доставка. Получается, что Milong 3М идеальный кандидат для первого хорошего кубика. Первый плохой может быть там за 100 рублей откуда-то из палатки. Но хороший. Чуть дороже. Но зато будет приносить удовольствие. Ну и есть Tornado V3. Собирать не буду. Он просто хорош. Стоит уже примерно так же, как оригинальный Rubik's. Но на нем уже собирают чемпионы. Ну и для тех, кто хотят просто собирать с удовольствием. Надеюсь, разница видна. Rubik's может быть только для коллекции. Ни в коем случае не покупайте для других целей. Не покупайте своим детям, друзьям кому-то в подарок. А если вы по незнанию все-таки купили, напишите в комментариях. Я вам посочувствую. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.